Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий непростой семейный вопрос. Как быть, если между мужем и женой угасла любовь? Жена хочет развестись, есть ребенок, но муж не желает развода и не хочет его, даже если нет любви. Но ведь Господь сказал, что разводится грех. Что делать? Друзья мои, меньше слушайте попсовую музыку, читайте попсовые книжки, бульварные романчики и черпите информацию о любви, исходя из того, что пишут в социальных сетях. Любовь – это нечто большее, чем бабочки в животе, чем какие-то чувства, эмоции, дофамины, эндорфины и так далее, которые вырабатывают ваши мозги и которые очень крепко поддерживают ваши чувства в первые месяцы, а у некоторых в первые недели после брака. Любовь не чувство, друзья мои, с христианской и библейской точки зрения. Любовь – это не эмоции. То, что вы называете любовью – это влюбленность, это эмоциональность, нестабильная, лживая и, как правило, можно сказать умное слово, неонтологическое, небытистующее, которое не имеет вообще никакой перспективы. Не то, что в течение 10 лет. Никогда. Эмоции всегда уходят на спад. Но если, конечно, ты немножко не в себе, то ты до конца дней все будешь ходить и улыбаться. И, наверное, у специалистов есть определенное название этому диагнозу. Невозможно чувствовать себя одинаково. В конце концов, ты выходила замуж, когда тебе было 19 или 27, а сейчас 35-40. Ты другой человек совершенно. Ты психологически другой. Ты старше, ты опытнее, ты иной. Ты по-другому мыслишь. У тебя совсем другой багаж знаний и опыта. А ты хочешь сохранить то, что было когда-то давным-давно. Любви. Мол, у меня нет. Так любовь, друзья мои, это не чувство. Любовь с библейской точки зрения – это глагол, это действие. Как понять, любишь ты или нет? Вспомните слова апостола Павла в его замечательной гимн «Любви» о том, что «любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не ищет своего». Это очень важные слова. Не радуется неправде, сорадуется истине, всему веру емлет и так далее. Любовь, повторюсь, не ищет своего. То есть, если вы видите двоих людей, которые прожили многие-многие долгие годы друг с другом, это не значит, что они сохранили вот эти все эмоции, которые были в их 18 лет, а значит, что они просто хорошие люди, умеющие бесконечно прощать друг друга, терпеть друг друга, быть снисходителями друг к другу, обуздывать себя и считаться друг с другом. Когда они друзья друг к другу по-настоящему, их союз основан на огромном уважении друг к другу, теплоте и всему тому, что мы называем словом «любовь». Все, что я сейчас перечислил, можно назвать любовью, это качество, которое с тобой живет и никогда не пристает, как говорит апостол Павел в конце гимна «любви». Вот это любовь. А то, что чувств нету, так, друзья мои, ну, может быть, сходите к семейному психологу, если Евангелие не помогает, если священник не может вам объяснить, что такое настоящая любовь. И мы не хотим работать над ней. Мы хотим, чтобы из года в год у нас появлялись вот те же чувства, которые когда-то были. Нам, конечно, хочется, чтобы не появлялись законному супругу, но нет, да нет, кто-то появится рядышком или на работе, или на улице, или в очереди, где угодно. Покрасивее, помолодее, посильнее, побогаче, еще какие-то, у каждого друг друга какие-то свои критерии по отношению к тому, какой должна быть жена или какой должен быть муж. Вот ты смотришь на окружающих и сравниваешь. Начинаешь сравнивать своего супруга или супругу с кем-нибудь. Все, это начало-конца. Это добрак, это для тебя. Вокруг тебя было много женщин или много мужчин. Когда ты уже создал семью, у тебя одна женщина в мире есть, и один только мужчина. Все остальные люди, пусть они и обладают какими-то половыми признаками, но все равно это люди, на которых ты не можешь смотреть, как на человека, который вот тут получше, чем моя супруга, или тут получше, чем мой муж. Потому что это... Вы выстрелите себя в ногу просто. Если каждый раз будете рассматривать человека и своего мужа через призму личности других людей, их достоинств и недостатков. Поэтому такой брак, конечно, обречен на провал. Поэтому работайте над любовью. Не гнушайтесь обращаться к семейным психологам. Хорошо бы к православным, конечно, которые не будут говорить, в отличие от некоторых светских психологов. Он тебя топит, он сдерживает твою креативность, он как нарциссический абьюзер, энергетический вампир. Давайте расходитесь, найдете себе другого. Вам нужен хороший православный психолог, допустим, который знает не только методику работы в семейной жизни, но и знает Писание. И никогда не скажет вам, разводись, найдешь себе другого. Нет. Что Бог сочетал, человек до нее разлучает. Поэтому если вам кажется, что любви не будет никогда, то надо просто над этим работать. И пусть это будет сначала односторонняя работа. Ну, почитайте книжки, почитайте специализированную литературу. В конце концов, почитайте религиозную литературу. Тоже Наталью Соколова под кровом Всевышнего, отца Глеба Каледы, семья домашняя церковь. Почитайте, что церковь говорит на эту тему. Поговорите с духовником, в конце концов. Пусть муж поговорит с духовником, чтобы тот услышал две стороны. Знаете, когда пообщаешься с женщиной, думаешь, боже мой, какой ужасный муж. А пообщаемся нечаянно с мужем. Думаешь, боже мой, так не было дыма без огня, оказывается. Поэтому я и священников хочу предостеречь от принятия скорых решений при выслушивании только лишь одной стороны. Очень, друзья мои, работайте над любовью. Любовь — это глагол, любовь — это действие. Проявляйте её через тело, через внешние проявления. Пусть даже и нет сердца. Но когда вы приобретёте некоторый навык проявления дел любви, глядишь, оно и войдёт в сердце ваше. И просите Господа Бога, источника любви, чтобы Он даровал вам её в настоящую ни эмоции, ни чувства, в настоящую онтологическую любовь, которая никогда не перестаёт. Причащайтесь к святых христовых тайн, и пусть Господь, Который есть любовь, будет в ваших сердцах. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»